Ола, Мигас! На НТВ плюс обзор испанского чемпионата. Тур под номером 25. И все самое интересное, все забитые мячи, удаления, карточки, нереализованные моменты. Вашему вниманию, меня зовут Константин Гинич. И поехали с первого же матча в пятницу на стадионе Хосе Сарилья. Вальядолит принимал Леванте. Не самая яркая, разумеется, афиша для открытия тура, но у тех и у других есть свои локальные задачи. Леванте не проигрывал перед этой встречей 6 туров к ряду и с очень хорошим настроением подошла к игре с Вальядолитом команда Хуакина Капороса. Вальядолит, в свою очередь, уже 3 тура подряд не побеждал, но играл дома при своих болельщиках, так что рассчитывал вполне на благоприятный исход этой встречи. Диего Марини в воротах у Вальядолита, Амбросия Хецус-Руэда, Антонио Руковина, Карлос Пенья, Стефан Митрович, Альваро Рубио, Даниэль Ларсен, Фауста Росси, Вальдет Рама и Хави Гера. Плюс Умберто Ассори, вот такой ультраатакующий состав из тех ресурсов, что есть у Вальядолита, выставил Хуан Игнасио Мартинец. Кейлор Навас в воротах у Леванты, Давид Навара, Хуан Фран, Педро Лопес, Николас Карабелос, Лукас Винтра, Папа Диоп, Симао, Андреас Иваншиц, Виктор Касадесус и Давид Бараль в состав Леванты. В целом было понятно, что Вальядолит будет атаковать больше, Вальядолит будет играть с преимуществом, но Леванты это такая уникальная, парадоксальная команда, которая держит, держит оборону и потом редкая вылазка на чужую половину поля и, пожалуйста, Леванта уже ведет в счете. Здесь после стандарта, после хорошей передачи с левой ноги от Андреаса Иваншица отличился Виктор Касадесус, капитан Мальорки в прошлом, пришел он в это зимнее трансферное окно в Леванты, вернулся в премьеру и забил свой первый мяч за новую команду. Случилось это на 25-й минуте первого тайма, в середине первого тайма Леванта вышел вперед. Фрагменты второй половины встречи и здесь Вальядолит уже обрушил всю мощь своего наступления, своих атак на ворота левантийцев и сумели достаточно быстро в начале тайма хозяева восстановить статус-ко. Сделал это лучший бомбардир Вальядолида Хави Гера после такой затяжной массированной атаки, мяч там заметался в штрафной, Хави Гера его подхватил, пробил, там серия рикошетов и мяч под ногой у защитника Вальядолида нырнул в дальний угол. Видите, здесь Вальдет Рама был активен, удар еще один, удар там до мяча Келлер Навас вроде бы и не дотягивается и не повезло защитнику Николасу Карабелосу, он по мячу не попал. Или это все-таки был Лукас Винтер, конечно же это был Лукас Винтер, он по мячу не попал и мяч угодил в дальний угол. В концовке матча сразу же двойную замену делает Хуан Игнасио Мартинес, Омар Рамос, Виктор Перес выходят для усиления атакующей игры, меняют они Альваро Рубио и Дани Ларсена. В конце матча вышел Манушу, но дожать Леванты Вальядолиду так и не удалось. Три замены также сделал Хуакин Копорос, Эльжар, Рубен Гарси и Мухаммед Сысоко вышли у Валенсийского клуба. Вот здесь удар Эльжара не сильный, Диего Марини мяч спокойно забрал. В целом игра действительно получилась равная по структуре, но по статистике небольшое преимущество все-таки у Вальядолида было. И скорее всего Леванта должен быть доволен таким результатом. Ничья на выезде, замечательный результат. Седьмой тур к ряду, Леванта не проигрывает и уже в первой десятке команда Хуакина Копороса после 25. Встреча у нее 33 очка и она на девятом месте. Валидолид по-прежнему находится в зоне вылета. Следующая игра, это первая игра субботы в 4 часа дня по Москве, по Испании. В 7 вечера по Москве на поле Сантьяго Бернабео выходили Реал и Эльчи. Перед игрой чествовали баскетболистов Реала, которые в финале Кубка Испании обыграли извечного соперника Барселону в одно очко. Теперь предстоит еще и финал Кубка Испании по футболу, который пройдет 16 апреля на местале такого решения Испанской Федерации футбола. Ну а здесь в чемпионате Реал никаких особо проблем с Эльчи не испытал. Подавал Реал апелляцию на дисквалификацию Крещану Роналду и полагали руководители Реала, что на этот матч дисквалификацию отменят и Роналду сможет сыграть. Но дисквалификацию оставили в силе и Роналду этот матч по-прежнему смотрел с трибун, не в силах помочь своим партнерам. Диего Лопес в воротах у Реала, Пепе, Альвара Арбело, Даниэль Карвахаль, Рафаэль Варан, Хаби Олонсо, Гаррет Бейл, Анхель Демария, Асьер Ильяроменди, Карим Бензима и Хесе. Это состав Карла Анчелотти. Мануэль Эрера в воротах у Эльчи. Вот так он пропускает гол в первом тайме, Асьер Ильяроменди забивает свой первый гол за Королевский клуб, первый гол за Реал. И такой нужный, потому что Реал долго не мог Эльчи раскачать. Очень упрямо, надежно действовала оборона Эльчи, но здесь помог Ильяроменди рикошет и мяч от ноги Ману Дельмораля влетел в ворота. Доминго Сисмо, Давид Ломбан, Эдуардо Альбакаро, Альберто Бати, Альберто Ривера, Хави Маркес, Рубен Перес, Карлис Хиль, Ману и Ферран Карамино. Такой состав у подопечных Франа Эскриба. В первом круге, как вы помните, матч закончился скандалом. Тогда в концовке матча Буакье вроде бы счет сравнял, счет стал ничейным 1-1. Но в компенсированное арбитром время Ассессор Мунис Вернандес обслуживал тот матч. Был такой спорный эпизод с падением Пепе. Был пенальти или нет? Бет на пенальти был назначен и на 96-й минуте Роналду забил победный мяч в Эльче с пенальти. И Сессор Мунис Фернандес с тех пор до конца сезона отстранен на матчах с участием Эльче. Не работает. Ну и эту игру обслуживал арбитр из Навары, Приэту Иглесиас. И он, и многотысячная толпа, собравшаяся болельщиков на Бернабеу, стали свидетелями роскошного гола Гаррета Бейла. Десятый мяч Бейла в чемпионате. Ну и посмотрите, удар типичный для Бейла. Такой уже продукт Бейл этот гол можно назвать. Потому что такие мячи в основном за его авторством. Блестящий удар с левой ноги и мяч от перекладины влетает в ворота Мануэля Эрреры на 72-й минуте встречи. Иску вышел на 74-й, Альваро Марата на 81-й. И Косемиро, которому недавно исполнилось 22 года, вышел на последние 7 минут этого матча. Соответственно, были заменены Хаби Алонсо, Карим Бензима и Хесе. Иску, который пока не вписывается в схему 4-3-3, предлагаемую своим футболистом Анчелотти, очень старательно выглядит в тех случаях, когда ему дают возможность поиграть. Итальянский наставник и в этой встрече Иску показал товар лицом. Вышел и, откликнувшись на передачу Бензима, установил окончательный счет этой игры. 3-0, Реал побеждает. И побеждает без Криштиана Роналду. И выходит Реал на первое место турнира таблицы. Ну, здесь пытался Рон Нигес застать перескоп Диего Лопеса, перебросить мяч со своей половины поля в стиле Хаби Алонсо. Исполнял трюк Рон Нигеса, но Диего Лопес обмануть себя не позволит. Несколько моментов было у Альвара Марата. Он очень хотел себя проявить. После травмы Марата вернулся в строй. Здесь у него немного времени было игрового в этой встрече. 10 минут, но за эти 10 минут Марата мог отличиться минимум дважды. Реал вышел на первое место, потому что Барселоны и Атлетико играли свои матчи позже. И Реал на первом месте не был уже очень-очень давно. Последний раз это еще было при Жозе Мауринио в 2012 году, чтобы единолично Реал возглавлял испанскую премьеру в мае 2012, когда Реал в итоге стал чемпионом. Но то, что Реал по итогам этого тура единолично возглавит, турнир на таблице стало понятно уже после матчей конкурентов Мадрица. Но об этом чуть позже. Сейчас мы переходим к следующей игре. Это встреча на стадионе Балаидос в Вигое. Сельта, набравшая отличный ход и не проигрывающая 4 матча подряд, дома принимала Хитафи, который к этой игре подошел в удручающем состоянии. Хитафи падает турнир на таблице все ниже и ниже. 9 встреч к ряду без побед. И отступать просто команде. Из пригорода Мадрида команде Луиса Гарсио Пласу было некуда. Родригес Юэль в воротах у Сельты. Густаво Кабраль, Уга Малио, Андрео Фантас, Хони Борха, Убинио, Аугусто Фернандес, Фабиан, Арельяно, Алекс Лопес, Рафиня и Шарлес. Вот такой состав у хозяев. И они пропускают первыми в этой встрече. На 20-й минуте Анхель Лафита подкараулил ошибку Сельты в центре обороны. Никто здесь не успевает Лафиту накрыть. Удар может быть не очень сильный, но очень точный. Родригес Юэль тянул сквичу, но до него так и не сумел добраться. На 20-й минуте Хитафи повел счет. Мигель Анхель Муя в воротах у Хитафи, Хуан Валера, Алексис Руана, Роберто Лаго, Лиссандро Лопес, Борха Фернандес, Хуан Родригес, Анхель Лафита, Педро Леон, Диего Кастро и Пабло Сараби в состав гостей. В целом, конечно, по статистике матч проходил с большим преимуществом голисийцев. 19-6. Вот такая статистика по ударам в этой встрече в пользу Сельты. 8-4. Это удары в створ. 76 на 24% владения мячей. Практически барселонский показатель у команды Луиса Энрики. И просто вопрос времени был, когда же Сельта свое преимущество воплотит в забитый гол. Ну и здесь Хитафь, конечно же, еще хозяевам помог. Это пока мы еще смотрим фрагменты первого тайма. Снова Родригес Юель. Крупным планом удар аргентинского защитника Лиссандро Лопеса после розыгрыша штрафного по центру. Ну и здесь. Ёй. Накрыл мяч надежно. Ну а вот здесь грубая ошибка Моя. Чуть было не привела к печальным последствиям для Хитафи. Моя как-то неуклюжий мяч отбил над собой. Затем непонятно ладошкой его все-таки из вратарской выбил. И в итоге момент этот ликвидировали гости. Лиссандро Лопеса, имевший уже желтую карточку в первом тайме, получает вторую в начале второй половины встречи. На 53-й минуте здесь абсолютно справедливое наказание Карлоса Клоса Гомеса. И уже на 53-й минуте Хитафи остался в меньшинстве. И тут же Сельта использует численное преимущество. Забивает Рафинья. Воспитанник Барселоны. Брат Тьяго Алькандры. Сын Мазиньо. И игрок Виго. Вот так вот красиво прошел по центру. Рафинья ушел сразу же от троих. Все игроки в красной форме только обозначили отбор. Никто толком не вступил в единоборство. И дали Рафине спокойно пробить из убойной позиции. Без шансов для голкипера Моя. Ну и дальше Сельта наседала, надавливала, нажимала на оборону Хитафи. Гости отбивались изо всех сил. И в итоге сумели отстоять ничейный результат. Три замены действия травм получил Шарлес. На 79-й минуте его заменил Сантьяго Мино. До этого появился на Лито и Микаэль Крондели. Ну и три замены также сделал Луис Гартье Пласа. Рафа Лопес, Мигди Лассен и Чиприан Марика вышли у Хитафи. Здесь удар на Лито. Удар на себя принимает стойка ворот. Неделя Ангелем Моя. Ну и, конечно же, по этим фрагментам можно составить все впечатления о матче. И тут уверен в том, что Сельта здесь была ближе к победе. И это матч упущенных возможностей для хозяев поля. Но, тем не менее, Сельта не проигрывает пятый матч к ряду. И Сельта уже очень близка к экватору, к середине турнирной таблицы. Всего в двух очках от Сельты Эспаньол, который в этом туре еще свой матч играет дома против Вильяриал. Но 30 очков набранных у Сельты – это очень хороший показатель после 25 игр. Джон Тошек, Карлос Рексович стали свидетелями одной из главных сенсаций этого тура на стадионе Ануэта в Сан-Себастьяне, где Барселона не побеждает уже 7 лет. Реал Соседат просто переиграл. Я хотел бы сказать развозил, но нет, скорее просто переиграл Барселону в 25-м туре. Барселона была не похожа сама на себя. Очень тяжелая, очень вялая, очень сонная. И, видимо, очень много эмоций и сил забрал матч у каталонцев в Манчестере против Сити в Лиге Чемпионов. Виктор Вальдес в воротах у Барселоны. Адриана Корея, Херард Пике, Марк Бартра, Мартин Монтое, Андреас Иньеста, Алекс Сонг, Серкио Бускец, Лионель Месси, Педро и Неймар. Вот такой состав выставил Херардо Мартино. И стоит признать по итогам этого матча, что составом это Мартино не угадал. Он сразу же сделал 5-6 изменений по сравнению с игрой против Манчестера, применяя вот эту необходимую ротацию в матчах в Ла Лиге. Но против Басков шутки плохи. С ними надо играть по максимуму, с ними надо играть составом близким к основе. Да, Альба и Пуйоль пропускали матч по причине повреждений. Ну а все остальные, те же Фабригос, Алексей Санчес, Маскирано, Хави, Дани Алвес, они были в строю, но остались на этот матч в резерве. Пропускает Барселона после стандарта. Это уже дать традиции по этому сезону. Да, по последним, можно сказать, сезонам у Барселоны. Со стандартами у своих ворот. Прям-таки беда у каталонского клуба. Здесь чуть-чуть не повезло. Выходил на этот прострел от Каналеса Эллу Стондо. Мяч попал в грудь Алексу Сонгу и влетел в ворота. Одну стоящую комбинацию Барселона провела в первом тайме. Она стала результативной. После блестящей многоходовки Монтоя отпасовал на Месси. Бускец пропустил мяч между ног. И Лионель Месси забивает свой очередной гол. В испанском чемпионате. Это уже 14-й гол Месси в примере. Ну, блестяще все было разыграно. Ну и завершающий удар Месси просто на заглядение. Как Биллиарди в лунку мяч отправляет точно аргентинец. Клаудио Бра во воротах у Реал Сосъедада. Микель Гонсалес, Хосе Анхель и Нига Мартинес. Хосе Басальдуа. Горка Эллу Стондо. Давид Сурутусом. Маркель Бергара. Серхио Каналес. Антоник Грисман. И Карлос Веллы. Здесь тоже были определенные изменения и сюрпризы от Хакоба Рассаты. Например, не играла Геречи. Он не попал даже в заявку из-за травмы. Не играл Рубен Пардо. И, тем не менее, вот эти изменения пошли на пользу Сосъедаду. Херардо Мартино уже по трибунам помещений повздорил с одним из тренеров Реал Сосъедада. Что было отмечено арбитром матча Давидом Фернандсом Барбаланом. И арбитр уже в перерыве взял да удалил Херардо Мартино с тренерского места. И второй тайм Мартино уже смотрел с трибун стадиона Аноэто. И стоит признать, что Мартино запоздал, конечно, с заменами. Чувствовалось, что Барселонию нужны перемены. И в первую очередь кадровые по этой игре. Но вот пять минут промедления и все. Реал Сосъедад этим воспользовался. После ошибки Бартре в обороне и вообще всей линии обороны. Хорошую передачу делает Карлос Вэлла на Антони Грисмана. Тот забивает свой очередной мяч в чемпионате. И выводит вперед. Реал Сосъедад 2-1 на 54-й минуте. И на 59-й после отличного навеса штрафную от Грисмана. Давид Сурутуса долго бежал. Метров 30 никто его не преследовал. И из района 11-метровой отметки между линией вратарской 11-метровой отметкой. Сурутуса встречает с мячом. Не успевает его накрыть Вальдес. И счет становится 3-1 на 59-й минуте. На Барселону было жалко смотреть на лица игроков Барселоны. Они не понимали, что происходит. И до конца матча так в себя прийти Барсия и не смогла. И вот после того, как счет стал уже 1-3. Все-таки сделал две замены. Аргентинский наставник. Вышел Сеск Фабригас и Алексей Санчес. Но это было уже поздно. Даже Реал Соседат был ближе к тому, чтобы довести дело до разгрома. С 2008 года Барселона в примере никому не проигрывала с разницей в 2 мяча. А здесь могла проиграть вообще в 3. Мамин был шикарный у Вэла, но он попал в штангу. После матча и Херардо Мартино признал свои ошибки. Игроки Барселоны говорили, что действительно Соседат нас по всем статьям в этой игре проиграл. И мы сделали шаг назад. И надо делать выводы из этой игры. Ну и Антони Грисман сказал, что Соседат провел близкий к идеальному матчу. Но 3 очка дают что за Барселону, что за Альмерию, что за Малагу. За любую команду. Ну и Соседат сделал весомую заявку в борьбе за Лигу Чемпионской. Четвертое место в примере. Альмерия против Малаги. Следующая игра 25-го тура на стадионе Хояго с Медитаранеос. Сразу же скажу, что один из самых скучных матчей в этом туре. Здесь по большому счету ничего сверхъестественного и интересного не происходило. И вряд ли кто-то смотрел эту игру в прямом эфире. Ну давайте самое интересное в режиме хайлайта посмотрим из событий встречи Альмерии и Малаги. Андрес Эстебан в воротах у Альмерии. Себастьян Дубарбьер, Марко Терсельери, Рафита, Анхель Трухилю, Фернандо Сориано, Верса, Рамон Азиз, Алекс Видаль, Сусо и Жонатан Зонго. Состав Франсиско Родригеса. Вильфредо Кабальеро в воротах у Малаги, Маркус Анхельери, Витериано Антуниш, Серхио Санчес, Хисус Гамес, Фернандо Тессоне, Дуда, Игнасио Камачо, Нордин Амрабат, Рокки Санта-Круз и Самуэль состав Малаги. Ну Альмерия у себя дома и Альмерия на выезде две разные команды. Если дома Альмерия играет более смело, более нацелена на атаку, то дома, то на выезде, как правило, Альмерия играет тот соперник и играет вторым номером. Вот здесь Альмерия имел, конечно, момент все-таки побольше. В этой встрече Фернандо Сориано заменен на 71-й минуте и выходит Родри. После травмы появился один из лучших игроков Альмерии на поле. Родри на старт чемпионата забил очень несколько нужных и важных победных мячей в составе Альмерии. Но здесь ему отличиться не удалось. Всего два удара в створ пришлись у Альмерии. Один у Малаги. 50 на 50 процент владения мячом. Малага в чем превзошла соперника, так это в количестве угловых. Четыре против двух. Ну вот, пожалуй, все самое интересное, что было в этой встрече. Удар Родри выше ворот. Все, ничья 0-0 в матче Альмерия-Малага. И команды записывают турнирную таблицу по одному очку. Они были соседями перед этим туром. 16-е место было у Малаги, 17-е. 17-е у Малаги, 16-е у Альмерии. Ну так и после этого тура осталось. 26 очков теперь у Альмерии, 25 у Малаги. Ну, был шанс у Альмерии в конце поразить ворота кабальером. Но удар от футболиста хозяев пришелся выше ворот. Ну и вот он, наш старый знакомый, добрый Сесар Мунис Фернандес. Ничья 0-0. Следующая игра, дневная игра из расписания воскресных встреч. Райо Валикану на Кампо де Вальекас принимал Севилью. Севилья после Лиги Европы. Непростой матч провела в Словении против Морибора. Травму получил Денис Черышев. Слава Богу, обошлось без серьезного повреждения. Он повредил голеностоп. Но на какой-то срок Черышев снова вне состава. Ну и, разумеется, играя на два фронта, на Альмерии вынуждены ротировать состав. Те, кто играли в Лиге Европы, не появились в чемпионате. Тоже самое те, кто играет в чемпионате, все-таки дают возможность им, Альмерии, отдохнуть в Лиге Европы. Бетто в воротах у Севильи. Фернандо Наварро, Нико Пареха, Физерико Фасио, Даниэль Карису, Коки Альберто Морено, Иван Ракитич, Висенте Ибора, Хайрос Амперио и Карлос Бака. Черышев этот матч не только из-за травм пропускал, но и из-за дисквалификации. По его удалению в игре с Валенсией. Также пропускал матч Виктор Мачин, Виттелла, перебравший предупреждение. Поэтому играл Хайрос Амперио. Здесь Севилья забивает мяч в первом тайме. После розыгрыша Штрафнова делает это Даниэль Карису из Вратарской. Он пробил голкипера Рубена, но мяч не был защиты, потому что был офсай. Ну а здесь хорошая передача Ракитича со Штрафнова. И к мячу никто из партнеров не успевает. Рубен в воротах у Рая Валикана. ЗК, что Резван Рад сыграл впервые за Раю. Прекрасно нам известный Румын по выступлениям за Донецкий Шахтер. Он принадлежит Вестхому, но там закрепиться на Туманном Альбюне ему не удалось, поэтому перебрался в Испанию играть за Раю. Тито, Роберт Трашорас, Рауль Баэна, Сауль Яго Фальки, Хонатан Вьера, Альберто Буэна и Альхасан Бангура. Севилья давненько не побеждала. Шесть матчей подряд, и здесь Севилья сыграла в этом матче так понадежнее, что ли, в обороне. Не так ярко в атаке, но на кону в первую очередь стоял результат для команды Унаэмери. Где-то повезло, потому что здесь должен был, конечно, забивать Хонатан Вьера, но своим шансом он не распорядился. Стандарт помог Севильцам. Очередной хороший навес в штрафную. И забивает Коке. Редко забивает защитник Севильского клуба. Но если уж забивает, то забивает красиво. Недавно он забил ворота Леванты. Шикарный мяч, перебросив через вертаря. Ну а здесь забил очень важный. Гол Коке. После подачи Ракича головой Коке сбросил мяч мимо Робена в дальний угол. 1-0 на 57-й минуте. И дальше уже Севилья играла по счету. Спокойненько контролируя ситуацию. Сделал замены тактического плана Унаэмери. Укрепил оборону. Вышел Диога Фигейрэш. Свеженький Кевин Гомеро вышел вместо Карлоса Баки. Ну и в концовке матча вышел Петр Траковский. Был еще один момент у Севильцев. Здесь, конечно, Ракитич, которого отвернулась удача в последних турах, обязан был забивать второй мяч ворота Робена. Но с левой ноги Ракич пробил рядом со штангой. Отдай из редких атак Райо во втором тайме. Это Лоривей с разворотом наносил удар по воротам Бету, но в створ. Аргентинский нападающий не попал. Не удалось только Севилье в очередной раз доиграть матч до конца в полном составе, потому что Висенте Ибора, имевший проблемы с ногой, у него была желтая карточка, Ибора у него свело ногу, уходил с поля долго. Ну, здесь смешной эпизод, конечно, получился Карлос Дельгадо Феррейра. Видите, Иборий показал карточку. Ну и затем вторую. Это случилось на 83-й минуте. И уже Ибор должен был менять Петр Траховский, поэтому замену чуть-чуть отложили. И Траховский вышел уже вместо Ракидича, компенсируя арбитром время. Даже Рубен пошел вперед у Раю на последних минутах матча, но это Раю успеха не принесло. Все три замены, которые сделал Пако Хемец, были на усиление атакующей игры. Адриан Гонсалес вышел, Хуакин Ларивей, Самуэль Лонган, но все бесполезно. Раю второй матч подряд не забивает и проигрывает дома на сей раз Севильи 0-1 и Раю в зоне вылета. Ну а Севилья прерывает серию из шести матчей без побед. Коке забил. Един сын победы был в этой встрече. Замыкающая турнирную таблицу Бетис, соперник Казанского Рубина по 1-16 Лиге Европы, принимал атлетик Бильбао. Бильбао чуть-чуть подздулся в последних турах. Не выигрывал три матча подряд. В прошлом туре проиграл Бильбао дома Эспаньола 1-2. Ну а про Бетис по большому счету то искать нечего. Все попытки как-то изменить ситуацию пока ни к чему хорошему не приводят. И смена тренеров, и состава, и вроде бы и Бетис играет неплохо. Но как-то вот у Бетиса, что называется, пошло что-то не так. Антонио Адан в воротах у хозяев поля. Здесь Адану с первых же минут сразу же пришлось вступать в игру. Обязан был забивать Кики Соло, но вратаря не переиграл. Домен Перкис, Вилок Дидок пропускал матч Антонио Амай из-за дисквалификации. Альфред Ндиай, Сальва Севилья, Лоренц Рея, Сидрик Мавбати, Нона, Хуан Фран, Рубен Кастро и Лео Баптистао. Состав Бетиса. Горка Раисос, Убильбао, Антонио Ираоло, Микель Сан-Хосе, Микель Баленсиаго, Карлос Горпеги, Марк Кел. Сусоэта, Андер Итураспе, Микель Рико, Андер Эрера, Кике Соло и Кермунияин. Вот такой состав был у гостей. Пожалуй, все сильнейшие. За исключением Ариса Адуриса, которого на острие меня подменял Кике Соло. Матч с таким скандальным оттенком. Здесь, конечно же, Хесос Хиль Мансана арбитр начудил по полной в первом тайме. Здесь однозначно был пенальти на Рубене Кастро, но арбитр посчитал, что это симуляция, что любопытно это все происходило рядом с ассистентом, помощником Хиля Мансана. И как он здесь не увидел, что выставлял ногу Баленсиаго. И, конечно, картинно падал немножко Рубен Кастро, но контакт был и пенальти надо было назначать. А вот здесь Перкис, если и фалил, что, скорее всего, было, если и фалил, но это было за штрафной. И между вот этими эпизодами, падениями Рубена Кастро и Кике Соло буквально была минута, поэтому Хиль Мансана своими решениями просто взорвал стадион, и трибуны ходили ходуно. Но, видите, это все было за штрафной. Перкис, если и зацепил Кике Соло, то, скорее всего, это все-таки случилось за пределами штрафной площади. Но пенальти был назначен после многочисленных споров игроков Бетиса. Возмущение болельщиков Хиль Мансана свое решение не отменил. Подошел к мячу Икер Мунианин и с пенальти переиграл Адана, пробил спокойно по центру Мунианин и открыл счет в этом матче. Завелись, начали нервничать зачем-то непонятно игроки Бетиса. Перкис, у которого была уже желтая карточка, перед тренером пошел вот в этот подкат идиотский, абсолютно идиотский подкат на Болинсиагу. Видимо, хотел вот что-то тренеру доказать. Дамьян Перкис, ну, вряд ли ему это удалось сделать, только подвел команду. 0-1 проигрывает, и еще и в меньшинстве остался Бетис. Фрагменты второго тайма. Замена сразу же после перерыва Хорди Фигирос выходит вместо одного из игроков Бетиса, но дальше больше. Еще одна желтая карточка игроку Бетиса, который имел до этого предупреждение, это Лоренцо Реес. Вот здесь за игру рукой, по мнению арбитра, Реес получил желтую и Бетис остается в девятером. И еще дальше интереснее, вот как здесь после подачи Севильи арбитр просмотрел удар Рубена Кастрова попадание мяча в руку Болинсяги. Уму непостижимо просто обязан был здесь арбитр давать пенальти и удалять Болинсягу с полю. И в этом смысле как-то Бетису помогать. Но все против Бетиса. Команда идет на последний месяц в турнир таблицы. еще и душат арбитры. Ну и где-то удача отворачивается от Севильца. Гильермо Фернандес вышел на замену на 80-й минуте у Атлетика Бильбао. Ну и конечно преимущество в два игрока. Это очень серьезный перевес у Бильбао. Плюс и по составу Бильбао посимпатичнее выглядит. И Гильермо Фернандес забил мяч после передачи Сусоэта головой в незащищенный угол галкипером Антонио Адан. Тут перемещался из угла в угол Адан, но накрыть этот удар уже не было никаких ни физических сил. Ну никаких. Просто среагировать было очень тяжело. 0-2 на 81-й минуте буквально через минуту после своего появления на поле Гильермо Фернандес удвоил преимущество Бильбао. Был шанс у Кики Соло довести победу Бильбао до крупной, но и двух мячей Атлетика хватило для побед. И под свист, оглушительный свист Хиль Мансан со своими помощниками уходил к себе в раздевалку. Да, здесь действительно Бетису не повезло и можно пенять на работу арбитра. Бетис по-прежнему по-прежнему на самом дне турнира таблицы чемпионата Испании. Валенсия стадион Местария. Арена, где пройдет финальный матч Кубка Испании Барселоны и Реала 16 апреля. Валенсия принимала Гранаду Пако Лукас Алькарас только что был на ваших экранах главный тренер Гранады и Хуана Антонио Пиццы и его коллега по тренерскому ремеслу тренер Валенсии. Вот здесь тоже арбитр Луис Гонсалес Гонсалес проглядел игру рукой у колумбийского защитника Ангулы и должен был назначить пенальти, но момент был заига. Получил повреждение в первом тайме у Гранады Франрико. Вместо него появился в середине первого тайма Мухаммед Фато. Состав гранат был следующий. Роберто, Брайан Ангула, Алан Ромео Ньом, Джейсон Мурилио, Александр Кольф, Мануэли Тура, Ясин Браеми, Ресио, Пите, Юсеф и Мухаммед Фак. Диагалове с воротах у Валенсии, Жереми Матьо, Антонио Бараган, Рубен Визу впервые сыграл за Валенсию в новом клубе в основном составе. 19-летний португалец дисплифицирован был Рикардо Кошта, травмирован Филипп Сендерос. Ромео уже в другой команде, Атаминди пока еще за Валенсию не имеет права играть, только с лета он официально уступает в качестве игрока Валенсии. В общем, Рубен Визу играл в основе Сиду Киета, Хайя Фуэга, Софьян Фигули, Дани Парах, Хуан Бернард, Федерик Картаби и Эдуардо Варгас, пока Алькасар на сей раз остался в резерве. Первый тайм не изобиловал опасными моментами. Валенсия играла с преимуществом территориальным игровым. Гранада отвечала контратаками. Вот здесь Ясин Браеми здорово ушел от Жереми Матье, метил в дальний угол француз, но пробил. Рядом со штангой. Начало второго тайма и здесь, конечно, презент, подарок от Хави Фуэга своему бывшему партнеру Пити по Раю Валиканова. Сменили Раю и тут другой перед этим сезоном. Пити перебрался в гранаду от Хави Фуэга в Валенсию и вот здесь по старой памяти Фуэга ассистирует Пити. Тот забивает втором матче подряд. Но если в прошлом туре мяч Пити принес победу над Бетисом в домашней встрече, то вот в этой был близок андолусийский клуб, чтобы увезти из Местали из Валенсии с Местали ничью. Но не повезло. На 47-й минуте гранада вышла вперед. На 64-й Паку Алькасар вышел на замену вместо Сиду Киэта восстановил равновесие в этом матче. Здесь был ассайд после передачи Софьяна Фигули. Но будем считать, что это такая компенсация Валенсии за неназначенный пенальти в первом тайме за игру рукой Брайана Ангула. 1-1 и времени вагон было еще у Валенсии чтобы дожать гранаду. Опасен был удар Жонаса. Он вышел следом после Франсиско Пака Алькасара. Затем вышел уже на концовку матча Митчелл. Гранада стойко отбивалась, но все-таки удача в этой встрече сопутствовала хозяевам. Ну, осилит идущие и везет тому, кто везут. Это очень символично для итога этой встречи. При хване Антонио Пиццы Валенсия проиграла пока только один матч на выезде. Это было поражение в Вибо и дела пошли на лату. Валенсийца в последнее время и вот эта кадровая революция, которая произошла внутри состава и по движению. Валенсийца, конечно же, при аргентинском наставнике прибавили. Это здорово было видно и в лиге Европы против киевского Динамо. Ну, и здесь все-таки сумели чуть-чуть прибавить и в конечном итоге команду из Гранады дожать. Подача Пареха это уже компенсированно арбитром время. Мяч по готе задевает одного из игроков Гранады, летит дальше и Рубен везу забивает такой нужный важный гол. В первом матче в основном составе за Валенсию. Доволен Хуан Антонио Пиццей и ликует местали. Победа Валенсии помогает ей догнать в турнире на таблице Севилью. Команд под 35 очков и делят они теперь седьмое и восьмое место. Браво, Валенсия! Ну и наконец последний матч в нашем обзоре в Памплоне на Эль-Садаре один из лидеров испанского чемпионата Атлетико встречался с Сосуной. Я говорил про матч Реалса съедат Барселона, что там сенсация была, то мега сенсация произошла здесь в матче Сосуной и Атлетико. Сосуна, которая не проигрывала Реалса и Барселоне на своем поле взяла и просто дернула выдающимся образом Атлетико еще в первом тайме. На любой вкус забивали мячи. Хозяева Альвара Сихуду открыл счет уже на шестой минуте после домашней заготовки красивого розыгрыша и передачи от Эмельяна Армен Терраса. Посмотрите, как здорово здесь все было разыграно. Оставлено один Сихуду в упор бьет поворотом Тибо Куртуа и бельгийский голкипер здесь уже бессилен помочь своей команде. Состав у Атлетико по сравнению с игрой с Миланом был действительно немножечко изменен. Тибо Куртуа, Хуан Фран, Луис Филиппе наконец-то вернулся в строй и сыграл после травмы. Диего Гадин, Тоби Альдер Диего Габи, Марио Суарес, Давид Вилли, Адриан Лопес всего лишь третий или четвертый раз вышел в основе в этом сезоне и Диего Коста. Коки, Орда Туран, Рауль Гарси остались в запасе и вышли на поле только во втором тайме, когда уже было поздно. Вот так вот второй мяч влетает в ворота Атлетико и забивает его Амельяно Армен Террас. Те ошибки, которые Атлетико допустил в обороне, абсолютно несвойственные команде Симеоне. Вот здесь ошибается грубо Хуан Фран, подхватывает мяч Армен Террас и со своей коронной левой смачно двинул в верхний угол бывший игрок Сивилии и в середине первого тайма Сосуна ведет сравнение уже в два мяча. Андреас Фернандо с воротах у Памплонцев, Абель Дамья, Лола, Жордан Латье, Марк Бертран, Алехандро Арибас, Франсиско Сильва, Эмильяно Арминтеро, Сальваро Сихуда, Роберто Торрес и Ариоль Риера состав Хави Грасси. Обслуживал этот матч Хуан Мартинес Мануэра. Ну, к арбитру здесь, пожалуй, много вопросов не предъявишь и, ну, отработал так, как отработал. Ну, а вот отработали просто великолепные игроки Сосуны в первом тайме и даже Диего Симеона после матча признал, что никак не ожидал от своей команды такой игры. И, конечно же, не ожидал такой прыти от Асасуны. Роберто Торрес после передачи слева фланга Абеля Дамья забивает третий мяч и доводит преимущество памплонцев до крупного. Неприятный удар для Тибо Куртуа вниз и высоченному с длиннющими ногами, с длиннющими руками галкиперу. Тяжело здесь было сложиться. И Куртуа свою команду не выручил. Три замены сделал Симеоны после перерыва. Вышел Орда Туран, я уже говорил, Коки и Рауль Гарсия, но никакого толку, никакого изменения в игру они не привнесли. Атлетико, да, атаковал, пытался забить один из мячей. Мяч престижа, так называемый, но сделать это не удалось. Но и самое главное, что удалось избежать Атлетику, это получить ненужные карточки. Там уже Диего Кости, Луиса Филиппе, Годину, Жуану Миранди, Орда Турану, чтобы смогли эти футболисты сыграть в следующем туре в матче против Реала в Дерби на Висенте Кальдерон. Да, действительно, Лига Чемпионов забрала очень много сил и у Барселоны. Я уже говорил про эмоции и психологию. И у Атлетико видно было, что Асасуна все-таки посвежее выглядит, чем один из лидеров испанского футбола. Первая крупная победа Асасуны в чемпионате. Первое крупное поражение Атлетико в чемпионате. До этого было крупное поражение в Дерби Кубковой встречи против Реала. Ну и просто выдающийся, действительно, выдающийся матч провела Асасуны. И даже странно, что эта команда идет всего-навсего на 12-м есть турниной таблицы. С такой игрой Асасуна только должна вообще претендовать на попадание в Еврокубке. Но дома мы знаем, что Асасуна всегда играет очень агрессивно, очень смело и очень уверенно, невзирая на статус соперника. Блестящая игра ликует Эль Садар и аплодисменты, овации после матча в адрес Хави Грасси и футболистов Асасуны вполне заслуженные. Отличная победа, красивая, крупная 3-0. И Риал единоличный лидер чемпиата Испании после 25-го тура испанской премьеры. Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок